Всем привет! Меня зовут Стёпа, я живу в Китае в городе Гумилинь и обучаюсь в One Senior Normal University на третьем курсе. Сегодня я поделюсь с вами своим опытом, какие страхи были у меня перед поступлением, сейчас во время учебы и есть ли страхи на будущее. Я поделюсь с вами, какие страхи были конкретно у меня и как я с ними воролся. Итак, сейчас поговорим о страхах, которые были перед поступлением в CCN и особенно перед подачей документов в универ. По факту, как таковых страхов не было. Было огромное желание наконец-то поехать в Китай. Были некоторые трудности и, наверное, в какой-то степени переживания о том, что будет об этой неизвестности. Первым, чем я могу с вами поделиться, это советом, который звучит примерно так, что поначалу, когда вы поступите на предпуск в CCN, вам может показаться, что это все очень легко и многие знания не нужны. Первый семестр будет достаточно вводным, но со второго семестра уровень сложности достаточно поднимется и скорость обучения тоже, что повлияет на ваши экзамены, на ваши оценки и на ваше время. Поэтому обучайтесь хорошо с самого начала, не забивайте на уроки, не забывайте на пары, слушайте учителей. Если вы чего-то недопоняли, лучше переспросите, не бойтесь показаться глупыми в глазах своих одногруппников. Единственным страхом перед поступлением в универ, естественно, было дождаться результатов экзаменов CCN и результатов поступления в универ. То есть этот период ожидания действительно очень нервный. Но здесь ничего не поделать, это просто нужно переждать. Нужно быть уверенным в себе, подготовиться хорошо к экзаменам, к интервью, просто довериться вселенной и своим знаниям, естественно. Да знаешь, типа, а я их не дождалась. Еще один важный совет перед поступлением в универ. Обязательно посмотрите список универов, в которые вы бы хотели поступить. Определитесь с направлением, на котором вы хотите обучаться. Обязательно посмотрите город и уровень жизни, сможете ли вы в нем жить, хватит ли вам средств на проживание. И еще одно, перед переездом в Китай обязательно сделайте полное медицинское обследование. Не то чтобы здесь его сделать нельзя, просто в России это сделать гораздо проще с нашими врачами. Когда вы приедете сюда, поначалу в любом случае у вас будет языковой барьер. И общаться с врачами будет намного тяжелее. Итак, а сейчас поговорим о страхах, которые могут присутствовать у студентов по приезде в Китай и во время проживания здесь. По факту, как таковых страхов их нет. Есть некоторые трудности, с которыми приходится справляться. Как, например, для меня, студенту третьего курса, который попал в Китай только на втором, то есть класс ECN и первый курс два года я провел онлайн. Поэтому для меня приехать сюда, начать разговаривать на китайском с учителями в кабинетах, на улицах, сдавать экзамены в кабинетах, диктанты. Все вот эти школьные вещи, которые когда-то были онлайн, становятся реальностью, где ты не можешь подглянуть в словарь или залезть в телефон во время экзамена, воспользоваться переводчиком. Это немного пугает, но к этому нужно быть готовыми, нужно хорошо учиться и тогда все будет нормально. Есть некоторые личности, на которых я сейчас смотрю, которые мне помогают снимать это видео. У кого-то сегодня пересдача с прошлого семестра. Я написала карандашом. Вы представляете, серьезно, есть столько много нюансов, о которых лучше знать заранее, о которых лучше спросить, переспросить и не стоит бояться показаться глупыми. Как, например, во время экзамена написать его карандашом, вроде бы все верно, все ты знаешь, но из-за того, что ты написал его карандашом, у тебя пересдача на следующий семестр. Вы представляете? Поэтому такие нюансы лучше учитывать. Также некоторые студенты поначалу могут бояться разговаривать. Разговаривать с учителями, с китайцами, на улицах, в магазинах. Простой совет. Не бойтесь. Не надо бояться. Да, все говорят, говорят плохо. Может быть, где-то неграмотно, где-то тихо, не с тонами, медленно. Просто говорите. Пускай вас будут не понимать. Вас где-то поправят. Главное набраться опыта. Не стоит бояться и главное не лениться. Вы будете ходить так же на пересдачу, как я. А теперь давайте поговорим о страхах на будущее и есть ли они вообще. Есть некие переживания по поводу того, что вроде бы ты поступил, вроде бы приехал в Китай. Вот один год второй, вот я третий курс и в следующем году я заканчиваю. И ты думаешь, собирался я в Китай столько много времени, потратил на это сил, экзаменов, нервов и в следующем году ты заканчиваешь. Ты думаешь, куда мне поступать? Кем мне работать? Искать работу в Китае? Искать работу в России? С сознанием китайского? Со своим направлением? Делать визу, рабочую? Возвращаться к себе домой? Здесь тоже очень важно определиться и лучше об этом подумать заранее. Сейчас я обучаюсь во втором семестре третьего курса и следующий год будет последним. Мне уже нужно задуматься о том, как сдавать экзамены, набрать нужное количество СЮФНов, сдать пятый HSK, написать лумен, то есть диплом. Нужно будет пройти практику. Очень много вещей нужно будет сделать за последний год. К этому тоже нужно ко всему хорошенько подготовиться и главное это сделать с умом. Поэтому по приезде в Китай, конечно же, едьте, путешествуйте, смотрите разные города, кайфуйте, но также не забывайте про учебу и про то, что вам нужно обязательно закончить у них. Чтобы его закончить, есть очень много требований, о которых вам лучше знать заранее. На этом я хочу закончить сегодняшнее видео. Думаю, вы услышали и увидели, что страхов на самом деле при поступлении не так много и нет чего-то серьезного, чего стоит бояться. Поделитесь обязательно в комментариях своим мнением, своими страхами, есть ли они у вас и было или полезно вам это видео. Всем спасибо. Пока.